Дорогие телезрители, здравствуйте! Вы смотрите «Путешествие с плюсом». Её будут вести я, Галина Конопосеевич, и Наталья Ерофеевская. Здравствуйте! А сегодня у нас в гостях Михаил Резябкин, этнограф, и Андрей Матусовский, тоже этнограф, а ещё автор и руководитель проекта «Малые народы мира». Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Андрей. И сегодня у нас, по-моему, очень интересная тема, которая ещё не обсуждалась у нас в передаче, это «Путешествие в Амазонию». Зачем туда поехали? Расскажите нам. Будучи этнографами, понятно, мы можем предположить, но всё-таки. Да, туда нас повлекли профессиональные интересы, поскольку мы этнографы, как вы сказали. Всегда хотелось увидеть настоящих индейцев, не тех, которые носят головные уборы для того, чтобы перед туристами выступать, а которые по-настоящему живут в джунглях, охотятся с луком и стрелами, добывают аллигаторов, ягуаров, совершают иногда даже набеги на соседние посёлки. Для того, чтобы это увидеть, конечно, нужно отправиться очень далеко в труднодоступный регион планеты, потому что таких мест осталось очень мало. Именно поэтому они сохранились там, что они, к счастью, наверное, или к несчастью, труднодоступны. Ещё хотелось самому, да, это всё наблюдать, поскольку этнографы фиксировать, что-то обобщать, писать об этом, людям рассказать. А сколько времени, чтобы вам изучить племена и народность, или нужно пробыть в каком-то месте, например, в Амазоне? Человеческое знание бесконечно. В принципе, конечно, в наше сегодняшнее время невозможно очень долго пробыть в таких местах, даже если бы это очень хотелось. Но сейчас путешествовать можно гораздо быстрее, чем в 19-18 веке. Ну, это безусловно, да. Поэтому, конечно, такая экспедиция, в которой мы побывали с Андреем, заняла у нас примерно месяц. Но большая часть времени ушла на дорогу. Конечно, добираться туда пришлось половину времени, наверное, было. С чего начиналось всё? Откуда вы приехали, прилетели, откуда поплыли? Ну, я могу лишь дополнить, что сказал Михаил, много времени ушло на дорогу, поскольку нет определенных каких-то маршрутов, средств передвижения. Основная дорога в Амазоне – это река. Большая река, большая хорошая дорога. А с какой страны начиналась точка? Страна была Венесуэла. То есть это венесуэльская часть Амазонии. Можно относить этот регион, в принципе, бассейн Оренока. Но поскольку в культурно-географическом плане быт народов, он полностью соответствует тому региону, что относится и к бассейну Амазонки. Поэтому местные говорят, что венесуэльская Амазония. И, собственно, вот видим процесс какой-то начальный, грузимся на большую лодку. Это в Венесуэле происходит? Это в Венесуэле. По количеству бочек с горючим вы видите, в какой дальний путь мы собрались. То есть большую часть дороги нам пришлось проплыть на моторной лодке, и вот эта горючка готовится на путь туда и обратно. На большой лодке. На большой лодке. Потому что обратно, конечно, возвращаться, заправляться там негде. То есть бензин в вот этих бочках, да? То есть порядка тысячи километров, наверное, нам нужно было пройти по реке. Причем с большой лодки. Тогда, когда мы дошли до порогов, там уже действительно начались непроходимые места. То есть мы пересели в индейское уже долбленку в такое каноэ. А бензин куда дели? Оставили двух индейцев-проводников, чтобы они остались с большой лодкой. А сами мы с другими индейцами уже прошли к дальней точке нашего путешествия. Есть смысл упомянуть, что очень жесткий контроль, чтобы попасть в эту другую страну. Ну я в кавычках страну, другой мир индейцев, лесных индейцев. Бензин на самом деле контролирует военные. Тогда на Венесуэле мы не останавливаемся, а двигаемся сразу к Амазонии. В страну индейцев достаточно сложно попасть в том плане, что по-прежнему это малообитаемая территория. Страна, в общем-то, достаточно малоконтролируемая. Основной контроль идет за счет того, что военные гарнизоны стоят на точках большой реки Оренока. И на каждом пункте следует отмечаться такой лодки, проходящей мимо. И, соответственно, отмечается, сколько литров бензина ушло. И когда человек возвращается назад, существует проблема нелегальной золота, добычи, алмазов. Все это вредит окружающей среде, тем же народам, населяющим район. А наркотики, не без этого, да, Латинская Америка, граница с Колумбией рядом. А назад, когда возвращаются, они просто отмечают, что ушло 200 литров бензина, положим, да. И, соответственно, понимают, что за 200 литров бензина можно проплыть там, ну, столько-то километров. А, они по бензину подсчитывают примерно ваш маршрут. Конечно, где могли быть. Но это административный, так сказать, цивилизованный трафик. А есть аборигенный, Михаил сейчас расскажет. Поэтому, как только доходим до индейской территории, там уже военные не контролируют территорию. Не важно желание самих аборигенов. Для того, чтобы попасть к индейцам, здесь уже вступают в силу другие законы. Это уже как получается договориться с индейцами. Если они не согласятся, вы никогда туда не попадете. Если не хотят, да. Ну, или дойдете до ближайшего какого-то... А как это выглядит? Вот вы едете на лодке, потом где-то появляется лодка индейцев, перегружает путь, и вы с ним договариваете? У нас есть, конечно, свои наработки, некоторые секретные, которые мы не расскажем. Конечно, есть люди авторитетные среди индейцев, которые принимают решение, разрешать нас пускать или нет. И это уже вопрос того, насколько мы сможем договориться. Ну, то есть, насколько войдем в контакт, понравимся друг другу. То есть, ну, здесь обычные человеческие переговоры начинаются. Так а что происходит на этой реке? Вы доплываете до какого-то места, останавливаетесь, ждете решения, вас извещают? Или если вы поплывете вдруг, не согласовав с ними, что с вами может случиться? Все что угодно, потому что там действует уже закон индейцев на той территории. Ну, ведь не убить... А, вы имеете в виду с индейцами? Да, да, да. Прежде всего, что случится уже с военными. Если не будет с вами такого человека, который за вас замолвит слово, он идет со мной в ту дальнюю деревню к моим родственникам, он скажет, все, ты кто такой, шпион иностранный. Развернут, и в лучшем случае это там местное... В лучшем случае развернут. В лучшем случае развернут. Не будем спрашивать, что будет. Ну, словом, у нас был такой человек, он есть, это уже из этнографии, есть определенные, не то что вожди, капитану, если на современный манер называют, авторитетные люди из этого народа, которые, ну, по сути дела, я сколько понял, на правительственной должности. Он отвечает за определенный участок джунглей, где живут эти люди его. Так они же обширные, я извиняюсь, перейдем. Обширные, обширные. Как вас там вообще найти? Так он же знает, где все это происходило. Он оттуда родом, и он просто, благодаря этому человеку, мы его очень много увидели, о чем сейчас расскажем. А вы не читали Фенимура Купера, как Чнягач Гук встречался с кожаным чулком около озера Мичиган, они около дерева там договорились встретиться? Ты был Купер, я читал. Около какого-то дерева они договорились встретиться в 18 веке и встретились. Здесь гораздо проще, конечно. Здесь информация проходит заранее. Люди нас ждут, с нами разговаривают. И если их все устраивает, что они видят, что они слышат, тогда... Ну, то есть, фактически, это такая посольская миссия. Мы выступали с речью, что мы пришли от большого народа, чтобы посмотреть на ваш народ и рассказать дома о том, как живет маленький, гордый, воинственный индейский народ. А бывали случаи, что отказали, нет, и все? Ну... В предыдущих экспедициях у меня был случай. Ну, он имел механический такой характер. Умер просто авторитетный человек, на которого мы рассчитывали буквально за три недели. И они сказали, вот то, что Миша описывает, ну, может быть, мы хотим, в другие деревни мы хотели попасть. Они вас и хотят видеть. Ну, нужно собрать, что называется, Большой индейский совет, они придут, посидим, поговорим, вы расскажете, да. Сколько времени, я спрашиваю своих правдников, ну, кто их знает, индейцев, время не имеет значения. А, ну, жизнь такая современная, да, я тоже не могу на полгода там пропасть. Еще один момент, небольшой тоже, некоторая иллюстрация. Традиционно этнографы поступали таким образом. Когда они приходили к неизведанному народу и хотели туда проникнуть, пройти, это среди всех народов существуют такие традиции, кладутся в одном условленном месте подарки и наблюдается издалека. Если подарки через какое-то время забрали, значит, наверное, будет положительный ответ. Это один из способов это как бы... Да, да, то есть если вообще нет никаких контактов. Да, ну, у нас ситуация немножко была проще, но мы договаривались сами. Вам удалось договориться? Подарки мы тоже отдали, этому человеку в достаточном количестве народу дало. Дальше тогда прорвались вы через эту оборону? Дальше он сел к нам в лодку, и мы поплыли с ним. В каное, да, это вот из моторной... Пока еще большая лодка была. Маленькая лодка уже с того момента была сзади, привязана к большой. Опять-таки это его уже усилия. Наверное, нужно немножко рассказать о той точке, куда мы стремились, хотели дойти. Мы хотели своими глазами увидеть традиционное их жилище, шабона, в котором они живут еще традиционным общинным строем. То есть оно представляет из себя такое подобие стадиона с навесом, с круглым. И это такая крепость, которая стоит среди джунглей и охраняет индейцев от диких зверей и от соседей, от враждебных. Это в таких шабона живет уже очень мало людей, и они находятся уже очень далеко. Потому что в основном народ уже перешел на хижины и на другие дома. То есть в одном шабоне одна семья? Это несколько семей. Это большой род, родовая община живет. Порядка 80-100 человек. Больше окрестные джунгли не прокормят. В основном такого где-то размера. Соответственно, их осталось очень мало, и мы хотели увидеть это своими глазами. И понимали, что если мы дойдем до такого места, то, наверное, это будет наше уже этнографическое счастье. Понимаете, все мы тут живем, все вроде, хоть мы все разные, но, в общем-то, одни и те же. А мир состоит из разных культур. И очень интересно, когда человек, личность, а когда народ, целая личность, сохраняет свою традиционность. Это просто интереснее на разы, в порядке раз. И вот шабону была одна из таких целей, потому что именно традиционность там сохраняется. Да, то есть шабон не самоцель, а те люди, которые живут в шабон, они немножко другие. Они еще живут родовой общиной. Забегая вперед, можно сказать, что вы туда попали все-таки. Мы туда попали. Хотя индейцы, я на маму. Это большая общность, ну, скажем так, популярных племен, населяющих обширный регион на пограничах Венесуэлы и Бразилии. И живут они так, что каждая община на расстоянии в нескольких километров от другой расположена. И очень много таких деревень. Соответственно, народ большой, около, если не ошибаюсь, 30 тысяч их в общей сложности. Много, да. Достаточно большой. Много, да. Достаточно большой. Теорики, кто рядом с рекой живут, они уже более-менее знакомы с цивилизацией. Где-то там есть станции миссионеров, соответственно, тоже. Миссионеры туда тоже добрались? Добрались. А есть районы, где действительно просто в силу географической изоляции все еще сохраняется в полной мере, как, ну, вот, касательно Яномама, истоки Оренока были открыты в начале 50-х годов. А они как раз эту область населяют. И вот туда мы стремились попасть. Дело, в общем, было так. Сели мы, сели мы дальше на маленькое каноно, причем... Андрей, вот как было дело, мы расскажем сразу после рекламы. Небольшая рекламная пауза. Дорогие телезрители, оставайтесь с нами. Будет интересно. Дорогие телезрители, вы смотрите «Путешествие с плюсом». Ее ведущие Галина Конопосевич и Наталья Ерофеевская. Еще раз здравствуйте. А сегодня у нас в гостях Михаил Резяпкин, этнограф, и Андрей Матусовский, этнограф. Автор и руководитель проекта «Малые народы мира». Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. В первой части нашей передачи вы рассказывали о цели вашего путешествия. Попасть в народ, небольшой народ, который живет в Амазонии. Вот вы туда попали. Какие самые яркие впечатления у вас? Знаете, было первое впечатление, что попал реально в другой мир. Может быть, эффект усилился еще от того, что пришли в сумерки, в темное время, в кромешную ночь. И индейцы вышли встречать нас с головешками, с факелами. И когда мы вошли в это круговое строение, светили звезды, и неожиданно женщины пошли вот в таких набедренных, раскрашенных повязках, юбочках, да, традиционных. Андрей, это вся одежда или это часть? Ну, естественно, там уже была некая мешанина, но много людей ходили, большинство ходили именно то, что мы хотели увидеть традиционно. И они пошли в своем танце, причем, ну, первая мысль, вроде современные дни, для нас это, нет, это было не для нас, это они совершали обряд, мы попали на цикл, когда созревал урожай, удачно было выбрано время, и очень многое благодаря этому увидели. Есть наиболее такие эффектные обряды у каждого народа, ну, вот, например, довелось попасть на такой обряд, который, я думал, что уже и не существует. Да, это как раз о том, о чем вот вы спрашивали, куда они добрались. Мне не позже, мы это увидели. Миссионеры. Миссионеры точно такого не видели, это вообще мало кто видел из тех людей, которые живут в нашей стране. Это обряд эндоканнибализма, это часть обряда погребения, когда съедаются останки, пепел сожженного предка с банановой кашей. То есть нам было оказано высокое доверие, уже под конец путешествия, вождь подошел и сказал, что, знаете, вы, в принципе, можете поприсутствовать на этом мероприятии, мы знаем, что вам это важно и интересно, а только не фотографируйте. Для нас это был большой подарок, потому что мы не знали, что это существует. Сто лет назад, да, знали, существовало, но что это в таком месте до сих пор существует и живет. Пепел смешивается с банановой кашей, шаман сидит, смешивает, и всех родственников мужчин вызывают по очереди, они должны все это по очереди где-то, ну, литра-два выпить. Причем для них это усилие, то есть для них это непростое испытание. То есть они готовятся, медитируют, кричат, прыгают. Плачут, рыбают, это похороны. Выпивают, выходят из хижины, приходят в себя. А, это как похороны, да. Это похороны, погребальный обряд, да, поминки. На самом деле еще небольшая первая стадия. Человек умер, его тело относят в лес, они не хоронят. А поскольку тропики на ветвях привязывают, и когда, извините, плоть сгнивает, остаются кости. Эти кости приносят, сжигают, потом получается уже пепел, и вот то, что Михаил описывает. Когда выпивали мужчину эту чашу, вы не подумайте, вот вы спрашивали, там сидят, не сидят, это похороны. Косточки мелкие остались, которые с таким почтением, с таким уважением вытаскивали эти косточки, то есть их не выбросить нельзя было, не проглотить. Отдавали шаману, руководителю ритуала, который потом дальше отдали, они были бы захоронены. А какие-то вот обряды с шаманом связаны, может быть, даже не обряды, а ритуалы, или что они? Шаманов было много, Андрей, наверное, расскажет. Праздники какие-то они там проводят, может быть? Ну, этот народ... Веселый. ...тоже приятно это осознавать. При том разнообразии, что существует, почти в каждой деревне существует свой шаман. Ну, вот, кстати, один из них на экране. Вот он сейчас стоит... Обряды, шаманские обряды связаны с употреблением галлюциногенного порошка. Он, ну, как таковое, он не является наркотиком, но действует на сознание. Это для шамана или для тех, кто участвует в обряде? Они тоже должны принимать это через нос, порошок вдувает. Это не для получения удовольствия. То есть они таким образом входят в транс, и духи по-прежнему, они везде окружаются, со всех сторон, общаются с ними. Кстати, вот человек, который сидит, он пришел лечиться. Ему было очень плохо, и я думаю, у него на самом деле что-то очень серьезное. Для индейцев, в принципе, существует болезнь белых, болезнь своя. Но у него явно, что называется, болезнь белых. Болезнь, они думают, что ему станет лучше. Что еще увидели, что узнали? Поют они, может быть, как... Праздники какие-то отмечают же, да? Там, вот, вы рассказывали. Не, ну, вообще, если про шаманов, конечно, впечатление очень сильное, когда спишь в гамаке, и под тобой всю ночь шаман поет песню, лечит кого-то. Вот, и действия происходят постоянно, практически круглые сутки. Конечно, очень много есть о чем рассказать, но, наверное, да. Вот сейчас здесь вы видите тоже ритуальные танцы, тоже все это относится к празднику созревания бананов. Вот, если видите, кстати, женщины в таких передничках там мелькнули. А что у нас вот еще интересного, кстати, лежит здесь? Вот, какие-то сережки, я вижу. Украшения, да, это могут быть серьги. Мужчины носят их, кстати, видите, с элементами уже современных каких-то металлических частей, бисера промышленного. Это мужчины носят, да? Индейцы Амазонии очень любят себя украшать, что мужчины, что женщины. Я бы даже сказал, может быть, мужчины и больше. А вот можете обратить внимание, там голова посыпана пухом птиц. Это традиционно в Северной Америке тоже существовало. Вы посмотрели на рот. Ну, цель поездки вашей была. Что-то посмотреть или изучить, какие-то открытия сделать? Ну, лично у меня. Сомнения, параллели провести, может быть, современным миром. Вы знаете, не каждая наука имеет прямое практическое применение в нашей жизни. Этнография помогает понять другую культуру, но она же служит ключом для понимания своей культуры. Когда ты изучаешь другой народ, то подспудно ставишь себя на место других людей, и когда возвращаешься к себе, уже на многое тоже смотришь другими глазами. Да, и вот и какая она культура? Да, на самом деле это помогает сближению. Она другая. Это самое ценное для этнографии и для, понимаете, осуществленной поездки. Поездка в целом была осуществлена в рамках проекта, который существует «Малые народы мира». А основные тезисы проекта таковы, что, понимаете, все люди действительно, они составляют настолько культуры, человеческие многочисленные, существующие в мире, они настолько разнообразны, настолько интересны, что через осознание вот этого всего разнообразия можно просто и адекватнее оценивать и собственный мир, и понимать других людей. Ну, мы поняли, но что же это все-таки у них? Вот в трех, четырех, пяти словах. Они, допустим, не ценят материальную собственность, у них превыше всего отношения в семье, или отношения к духам, или у них охота стоит, они просто выживают. Ну, вы знаете, поскольку это традиционное общество, то есть оно не завязано на каких-то товарно-денежных отношениях, не имеет более сложных выходов на те же коммерческие рейсы. А, кстати говоря, у них никаких взаимоотношений с внешним миром нет? Они просто охотятся и едят, и как бы создают свои обряды? Нет, взаимоотношения, конечно, хотелось бы таких увидеть, но таких, может быть, осталось единицы в лучшем случае, да, может быть, их и не существует. Так, отвечая на ваш вопрос, гармония? Люди живут в гармонии, их мир самодостаточен, и, понимаете, вот эти все принесенные вещи, которые доходят, там, какие-то шорты, там, это уже чуждые, на самом деле, они, может быть, даже и сами этого не понимают, они скоро войдут в другой мир, просто не надо ускорять этот процесс. Там тоже появляются уже зачатки отношений товарно-денежных, появляются люди, у которых есть какой-то интерес, который начинает использовать своих соплеменников в своих корыстных целях. Все эти процессы только зарождаются, и все это очень интересно наблюдается. А из чего будни состоят вот такого, скажем, человека из среднестатистического, из племени? Как вы сказали, выживание, охота. Мужчины ходят на охоту, женщины растят детей. В этом смысле все, как у нас. Только немножко... Ну, только мы идем в булочную, а женщины с утра идут на плантацию собрать поспевших плодов. Это ежедневный, да, такой труд? Ежедневный. И охота тоже ежедневный труд? Или они запасы какие-то повезут? Ну, охота, может быть, на 2-3 дня мяса хватит, а дальше-то опять на 2-3 дня. А вот у нас лежат стрелы, или, как сказать, правильно, копия. Это что? Это колчан через чем-то там, или как это правильно назвать? Это лук и стрела. Стрела, видите, на удивление, очень длинная. Ни у какого другого народа больше нет таких длинных стрел. Делается она из тростника, вот. И охотится с помощью такой стрелы на самых разных животных. А это прям настоящая стрела? Прям вот оттуда приведенная, да? И это предметы ежедневного обихода, то есть это не сувенир. Охотятся только мужчины, или женщины тоже могут? Мужчины. 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 Мужское занятие. Ой, это такое интересное. Это разные типы наконечников, которые используются для охоты. На разных зернах. Причем индейцы живут в мягком мире, да, то есть у них жилища не сколачивается гвоздями, связывается лианами. Для наконечников не используется ни металла, ни камня, ни стекла. Вот видите, это из бамбука делается наконечник на крупную дичь. Наконечник для охоты на рыбу, вот, сделается с бородком, гарпуном. А перемотана она, такое ощущение, как будто не скотч, как это изолета называется, ниточкой? Осторожно, не надо, так сказать, пальцами. На петке есть ниточка, а есть еще вещи, которые традиционные природные материалы использованы. А там яд на конце, действительно? Конечно. Ну, на самом деле он не действует, он, вернее, срок действия его ограничен, поэтому он уже... Можно спокойно, все, лучше не рисковать. Это вот тоже, такие наконечники могут использоваться даже для войны. А войны, кстати говоря, бывают у них? Раньше были очень часто стычки. Еще совсем недавно, сейчас в меньшей степени. Совсем недавно, это 10, 20, 50, 100 лет назад. Я думаю, реально, это 10, 15, 20 лет назад. А сейчас почему перестали воевать? Людей не осталось уже, племена стали, может, маленькие? Понимаете, вот тот человек, который был с нами, тот самый авторитетный капитан, в его задачи и входит поддержание мира на территории. То есть они не заинтересованы, на самом деле, в войнах? А кому они нужны? Все хотят жить спокойно. Не, бывает с точки зрения завоевания территории каких-то... В принципе, это есть много научных теорий, достаточно распространенных и к этому народу относящихся. Для того, чтобы контролировать территорию, нужно создать государство. То есть они живут общинами, и именно такую общину может покормить те окрестные джунгли, среди которых они живут. И если какие-то межплеменные, междеревенские распри существуют, он обязан их урегулировать. И, ну говоря, чтобы понятнее было, отчитаться перед правительством. Ну так можно сказать, что последние 10-15 лет у них дипломатия стала на более высоком уровне. Ну вот он нам рассказывал, что последняя стычка год-три назад произошла, но она не имела серьезных последствий. Там традиционное право. Да, обычное традиционное право. Там кровная месть, на самом деле, до сих пор существует. И она гораздо более страшное наказание, ответственность. Подразумевает, что вырезается буквально из семьи? Нет? Нет, просто обидчик. Обидчик отвечает. По сути, судя по нашим вопросам, мы до конца вообще не понимаем, как люди живут и что там происходит. У нас все как-то делится, уголовное право. Кровная месть сразу кажется, что если кто-то кого-то из семьи обидел, то эта семья полностью уничтожается. По-разному устроена, да. Если на Кавказе там один обычай у нас, чтобы понять не было. Ну, у них кровная месть что подразумевает? Ну, если немножко в историю, в двух словах, и по-быстрому. Эти индейцы очень любят друг у друга женщин украсть. Ну вот все-таки крадут бы что-то. Какие-то мужчины принял галлютоногены, если было понятно. А пойдем мы сейчас вот пару красавиц там да украдем. Украли, на плантации их подстражили. Но все, мужчины той деревни, они обижены. И надо отомстить тем, надо пойти либо их убить, либо украсть у них там своих, еще лишних трех женщин. И вот эта традиционность, это традиционная их жизнь, они испокон веку так жили. Существует правительственная программа реально, чтобы индейцы в джунгли голыми не ходили. Правительство старается там, чтобы до них майки, футболки дошли. Им это нравится, как нам нравится модная одежда, так они видят, что эта штучка модная. Красненькая. У нас осталось пару минут до окончания передач. Какие-то отличительные яркие черты вот их народа. Ну, допустим, от российского народа, так сказать, от народа европейского. Что-то есть такое? В свое время их называли свирепым народом, но это не совсем правда. Люди смелые, отважные на охоте. Справедливы в своих бытовых отношениях. Они более читаемы, как дети, потому что у них меньше опыта. Может быть, они хотят обмануть, но это очень примитивно выглядит. Поэтому, может быть, они кажутся более честными и открытыми. Я думаю, что природа человеческая у всех одна, просто многое зависит от того окружения, в котором мы живем. То, что реабилитет цивилизации. То есть окружение всегда нас как-то формирует еще. Конечно, конечно, формирует. Масса, на самом деле, примеров можно привести. Ну, из популярного. Законы гостеприимства однозначно у всех народов действуют. Если вы к ним пришли, ну, конечно, подарки тоже все любят, но вы их гости. Они с удовольствием вам покажут. Напряжение первый, там, второй день существует, а потом даже очень достаточно быстро, на третий день ты уже свой. Я могу завершить нашу программу, она уже подошла к концу тем, что, в принципе, люди не отличаются по своим внутреннему составу, по своей сущности друг от друга. Так, назначено, так же есть. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. У нас в студии были Михаил Резябкин и Андрей Матусовский. А передачи великолепно Канапасевич и Наталья Ерофеевская. Всего доброго, до свидания. До свидания.